С вами учебник вслух. История нового времени, 7 класс. Тема урока – усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм в Европе. Рождённый подданным должен повиноваться. Воля Бога заключается в том, чтобы всякий рождённый подданным повиновался без рассуждений. Эта фраза выражает теоретический смысл абсолютизма. Абсолютизм – форма правления, при которой верховная власть неограниченно принадлежит одному лицу – монарху. Вспомните о времени феодальной раздробленности, когда каждый воевал против каждого. Вы знаете, сколько горя междоусобные войны принесли жителям европейских государств и прежде всего крестьянам, не имевшим никакой защиты. Абсолютизм складывался в период разложения традиционного общества, в конце XV-XVI веков, а своего расцвета достиг в XVII веке. Ему присуще создание общегосударственного аппарата управления, состоящего из чиновников, формирование постоянной профессиональной армии, создание государственной налоговой системы, введение единого государственного законодательства и административного устройства, шаги по созданию системы единых мер и весов, образование государственной церкви, проведение единой государственной экономической политики. Как же оценивать эпоху абсолютизма? Надо понимать, что на практике абсолютная власть монарха нигде не была реализована в полной мере. На примере истории Англии и Франции проследим процесс становления абсолютизма. При абсолютизме продолжается присоединение окраинных территорий, пресекаются попытки старой феодальной знати сохранить свою независимость. Во Франции, например, после завершения Столетней войны провинции Нормандия, Бургундия и другие теряют свои старые права, обеспечивающие им независимость, и подчиняются королевской власти. В Англии Генрих VIII Тюдор повел наступление против отдаленных северных графств и Уэльса, сохранявших еще некоторую независимость, и подчинил их Лондону. Для управления этими территориями были созданы специальные государственные органы Совет Севера и Совет Уэльса. Чтобы не допустить повторения кровавых событий, подобных междоусобной борьбе между Йорками и Ланкастерами, короли из новой династии Тюдоров распустили рыцарские отряды, сравняли с землей замки бунтующей аристократии, подавили мятежи непокорной знати. Земли мятежников конфисковывались и передавались в королевскую казну. Крепостные стены, земляные валы и глубокие рвы, наполненные водой, не помогли и городам сохранить свои вольности, которые были значительно ограничены. Как мои предки могли допустить такое учреждение? В эпоху абсолютизма органы сословного представительства английский парламент, испанские кортесы, генеральные штаты во Франции утрачивают прежнее значение. Главная мечта монархов – избавиться от них совсем. Но поскольку полностью уничтожить представительные учреждения оказалось невозможно, монархи изобретали всяческие средства, чтобы уменьшить их значение. Для этого применялись методы кнута и пряника. В Англии тюдорам приходилось считаться существованием парламента. Согласно старинным обычаям, английские короли не имели права собирать налоги без его разрешения. В отношениях с парламентом тюдоры проявили себя дипломатами. Они предпочитали сотрудничать с ним, а не бороться. Тем не менее, за 37 лет правления Генриха VIII парламент собирался всего 21 раз. Дочь Генриха VIII, королева Елизавета, парламент не любила, и это было заметно. Она созывала его всего 13 раз за все 45 лет правления. В глазах королевы парламент был досадной необходимостью, за которую ее министрам следовало бы просить прощения. Однако на словах Елизавета всегда заявляла о своей готовности прислушиваться к его мнению. Именно в период правления тюдоров в Англии произошло усиление абсолютизма. После смерти бездетной Елизаветы Тюдор в 1603 году корона Англии перешла к шотландскому королю Якову VI Стюарту, ее племяннику. Он стал королем Англии, Шотландии и Ирландии, Яковом I Стюартом. В отношениях с парламентом король Яков I не проявил себя дипломатом и не скрывал своего отвращения к этому учреждению, что привело к конфликту между королевской властью и парламентом. «Не понимаю», – заявил он однажды испанскому послу, «как мои предки могли допустить такое учреждение? Я должен мириться с тем, от чего не могу избавиться». А ведь английские короли имели право вето и могли запретить любое решение парламента. Собрав свой первый парламент в 1604 году, Яков I обратился к нему с речью. «В моем лице Бог не спослал вам благословения. Я муж, а весь остров – моя законная жена. Я глава, а остров – мое тело. Я пастырь, а остров – мое стадо». Во Франции абсолютная монархия стала складываться в XVI веке. Король Франциск I из династии Валуа настолько был уверен в праве на неограниченность своей власти, что только один раз созвал генеральные штаты. На своих указах он писал «Ибо нам так угодно». В отличие от английского парламента, генеральные штаты во Франции не превратились в постоянно действующий орган. Созывались они редко, только в случае большой необходимости. С 1614 до 1789 года генеральные штаты не собирались ни разу. Единая система государственного управления В Англии центральным административным и исполнительным органом, еще при Тюдорах, стал Тайный Совет, членов которого назначал монарх. Тайный Совет вместе с королем определял направление внутренней и внешней политики государства, занимался вопросами финансов и обороной страны. Во Франции, как и в Англии, главой государства был король, обладавший всей полнотой власти. При нем имелся совет, считавшийся правительством, но монарх сам назначал его членов, и за ним оставалось последнее слово. Членами правительства были принцы крови, высшие духовные чины, финансисты, юристы, но фактически в стране существовало личное правление короля. Судебная и местная власть под контролем короля. Организация судебной системы также использовалась для укрепления абсолютизма. В Англии большая часть судебных дел передавалась в ведение двух королевских судов, что подрывало независимость знати на местах. Для борьбы с мятежной знатью еще первыми тюдорами была создана Звездная палата, а она же наблюдала за системой правосудия в Англии. Уже в это время наряду с судьями, назначенными короной, существовали и выборные, мировые судьи, пользовавшиеся большим влиянием. Им принадлежала главная роль в управлении графствами, а выбирались они на собрании дворянства графства из числа наиболее уважаемых и достойных рыцарей. Но эта самостоятельность скорее была внешней, так как правительство внимательно следило за выборами и неугодная королю кандидатура просто не могла пройти. Бывало и так, что тайный совет рассылал в графство письма, где прямо указывалось, кого надо избрать на пост мирового судьи. Среди мировых судей были представители старой родовитой аристократии и нового дворянства. Мировых судей называли глаза и уши короны. Они должны были не только вести судебные процессы, но и разоблачать заговоры, подавлять мятежи крестьян и городских низов, преследовать бродяг, собирать налоги, организовывать сбор денег для оказания помощи бедным и прочее. Как видите, дел у мировых судей было много. Французские короли считали, что более всего их власть стесняют высшие судебные органы в провинциях, парламенты, имевшие широкие полномочия. Им принадлежало право обжалования судебных и правительственных решений. В XVII веке таких парламентов в стране было 17. Наибольшим влиянием пользовался Парижский парламент, деятельность которого распространялась на треть территории страны. Парламенты имели не только судебные, но и некоторые политические права. Так Парижский парламент назначал регента, временного правителя государства, в случае малолетства короля. Рассматривал договоры и указы короля и прочее. Остро конфликтовал с Парижским парламентом Людовик XIV. Именно к Парижскому парламенту могли быть обращены приписываемые ему знаменитые слова «Вы думали, господа, что государство – это вы? Государство – это я!» Позднее он отнял у парламента ряд прав, а многих его членов отправил в ссылку. Стремясь усилить централизацию власти, Людовик XIV посылал в провинции своих представителей, интендантов, Одной из функций которых было наблюдение за исполнением законов. Управление страной осуществляли чиновники. В Англии государственных служащих было немного, от тысячи до полутора тысяч человек. Но жалований от короля получали не все. На что же они жили? Чиновникам разрешалось получать деньги за услуги отпросителей, так что народ сам содержал королевских служащих. Во Франции чиновников было гораздо больше. Восемь тысяч в XVI веке и сорок шесть тысяч в XVII веке. Их должности передавались по наследству, а также продавались. Личные достоинства человека при таком порядке не играли решающей роли. Все зависело от наличия денег. Здесь, как и в Англии, главным доходом было не жалование, а плата населения чиновникам за услуги. Вся деятельность государственного аппарата должна была исходить из того, что монархия является божественным установлением. Монарх – помазанник Божий. Все, без исключения короли, стремились внушить своим подданным мысль о необходимости абсолютной королевской власти. Еще со времен Средневековья власть короля провозглашалась божественной по происхождению. Монарх считался наместником Иисуса Христа на земле. В Англии при королеве Елизавете верующие читали такую молитву. «О святый Божие, милосерднейший Отче, кто до сего дня, послав Твою служительницу и нашу государыню и милостивую королеву Елизавету в королевство, избавил преданный тебе английский народ от опасности войны и порабощения, тела освободил от тирании, а дух от суеверия, возвратил мир и истинную религию». Печатались также сборники баллад и проповедей, в которых утверждалось, что королева вывела народ из тьмы. Во Франции теоретически считалось, что король не подчиняется обычным законом, может отменить законы, принятые его предшественниками, имеет право жить и действовать без контроля со стороны своих подданных. Но даже абсолютный монарх не мог быть деспотом, он не только заставлял других выполнять законы, но и сам должен был их уважать. В обращении к королю часто звучали древние принципы. «Сир, вы можете все, но вы не должны желать всего, что вы можете». Своего наиболее полного расцвета абсолютизм достиг во второй половине 17 века во Франции при Людовике XIV. С 1661 года этот король берет в свои руки всю полноту власти, и за короткий промежуток времени ему удается явить Франции и Европе образ всемогущего короля солнца, короля-героя. Отнюдь не случайен выбор им солнечной эмблемы. Как объяснял сам Людовик, дневное светило направляет свое тепло и свет на землю, и поэтому все вокруг обязано ему жизнью. Власть короля носила и религиозный характер, что объяснялось обрядом миропомазания при коронации. Как и в Англии, во Франции культ короля солнца также насаждался всеми возможными в то время средствами, литературными произведениями, живописью, графикой, разного рода зрелищами. Использовались малейшие поводы для демонстрации всенародного обожания и поклонения. Так, например, любая победа на поле брани становилась поводом для народного гуляния, с пением религиозных гимнов, сопровождавшихся салютом во славу короля-победителя. Религиозным учением вторили и светские. В XVI-XVII веках во Франции уже была развита наука о государстве и праве. Одно из ее главных положений – вся верховная законодательная власть сосредоточивается в руках монарха. В руках Людовика XIV находилась вся политическая власть. Верховная власть короля проявлялась в том, что только он мог определить религию государства, вершить справедливый суд. Сюда же включалось и право помилования, объявлять войну, вступать в военные союзы и заключать перемирие, издавать законы и указы, чеканить монету, собирать налоги, жаловать дворянство простолюдинам и создавать чиновничьи службы. Власть короля считалась независимой. Король Франции обязан лишь богу и шпаге. Но абсолютный монарх не мог лишать своих подданных собственности, без суда заточать их в тюрьму. Культу короля в XVI-XVII веках помогала строгая регламентация жизни королевского двора. Во Франции в середине XVII века на придворной службе состояло примерно полторы тысячи представителей знатнейших семейств королевства. В основе придворной жизни лежал этикет, смысл которого заключался в обожествлении королевской особы. Людовику XIV стремились подражать все европейские монархи. Армия на службе монарха. Налоговая система. Особенностью английского абсолютизма являлось отсутствие у монарха регулярной армии. Первым королем, создавшим постоянную гвардию, был Генрих VII Тюдор, но она насчитывала всего 200 человек. Тюдоры избегали расходов и на наемные войска, а в случае войны созывали народное ополчение и создавали отряды из дворян добровольцев. Зато имелся королевский флот, на содержание которого собирали деньги с населения. Иначе обстояло дело во Франции. Уже к исходу столетней войны создается постоянная наемная армия, а с появлением огнестрельного оружия она становится господствующим типом военной организации. Наемники были профессионалами и служили тому, кто им платил. В XVI веке в мирное время эта армия насчитывала 25 тысяч человек. Французское государство взимало налоги с крестьян, ремесленников и буржуа. Прямых налогов было два. Талья налог на землю и имущество и подушная подать. Имелись и косвенные налоги, например, на соль, габель. Содержание армии и государственных чиновников стоило дорого, поэтому во Франции общий размер налогов все время возрастал. Если в начале XVI века казна собирала со своих подданных 3 миллиона ливров в год, то в середине XVII века в связи с участием в 30-летней войне правительство собрало 90-100 миллионов ливров в год. Единая экономическая политика В эпоху абсолютизма в экономической политике европейских государств господствует меркантилизм, экономическое учение и экономическая политика, в основе которых лежало убеждение, что основную форму богатства составляют ценные металлы и что от их обилия зависит процветание государства. Считалось, что помочь государству разбогатеть может правильно организованная международная торговля. Вывозить из страны товаров больше, чем ввозить. Правительства некоторых стран даже запрещали ввоз иностранных товаров, в первую очередь предметов роскоши, стараясь налаживать собственное производство. Впервые такую политику стал проводить во Франции в XVI веке Генрих IV, поощрявший развитие сельского хозяйства и выделявший деньги на строительство государственных предприятий. Но успехи этой политики были скромными, так как почти до конца XVIII века в стране не имелась единой системы мер и весов и существовали внутренние таможенные границы. Создание национальных государств. В эпоху становления абсолютизма власть монархов была столь велика, что некоторые из них позволили себе замахнуться на церковное и монастырское имущество. Стали подчинять своему влиянию церковные организации, что еще сильнее укрепляло их власть. Первым монархом, позволившим себе бросить перчатку папе римскому, был король Англии Генрих VIII, ставший главой церкви в своей стране. В рамках абсолютизских государств, имеющих четкие границы, одну господствующую религию, один язык и общую культуру, складываются централизованные национальные государства. Такими стали Англия и Франция. В Германии и Италии в XVI-XVII веках еще существовали отдельные, часто воевавшие между собой государственные образования. Власть в них принадлежала неограниченным или почти неограниченным монархам. Эти государства подчинялись Священной Римской империи германской нации. В начале нового времени республиканский строй был редкостью. Он существовал в Венеции и Горной Швейцарии, а после освободительной войны в Нидерландах образовалась Республика Соединенных Провинций или Голландия. Давайте запомним. Раннее новое время характеризуется началом складывания прочных абсолютистских государств, имеющих четкие границы, одну господствующую религию, религию монарха, одну коренную национальность. В границах своего государства абсолютизм был способен сдерживать разрушительные войны всех против всех, доставлявшие страдания всем слоям населения. Этикет при дворе Людовика XIV. При Людовике XIV королевскую резиденцию перенесли в Версаль. Людовик не стал жить в Париже, в этом грязном, шумном, строптивом городе с узкими извилистыми улицами, где царила нестерпимое зловоние. День и ночь от Парижа к Версалю двигались тысячи людей и сотни экипажей. Громыхали фуры, нагруженные мукой, мясом, зеленью, рыбой. Мчались кареты аристократов, имевших почетную привилегию, давить безнаказанно бедняков, не успевших вовремя увернуться. Версаль впечатлял. Колоссальные здания, огромные площади и парки – все это было достойно величия короля. Даже статуи в парке должны были напоминать о его блеске. Юпитер был изваян с лицом самого Людовика XIV, который ежедневно происходил в Версальском дворце, все играли короля. Задолго до его пробуждения в приемной зале собиралась целая толпа царедворцев. Тут были все принцы крови, придворные дамы, бродобреи. Когда король просыпался, их группами начинали впускать к нему в спальню. Сначала входили родственники, а затем поочередно все остальные. И так до тех пор, пока король не был одет совсем. Еще большей торжественностью обставлялась трапеза короля, особенно большой стол, устраиваемый по воскресеньям. Тут присутствующие склонялись перед появлением салфетки короля. Здесь было путешествие говядины его величества под охраной вооруженной гвардии. Не менее двух-трех раз в неделю Людовик XIV выезжал на охоту. Если не было охоты, вечером во дворце устраивались маскарады, концерты, игры в карты. После ужина, который сопровождался обычным застольным церемониалом, король отходил ко сну. И опять повторялась утренняя церемония. Таков был день короля солнца. Людовик XIV не сгибался под тяжестью этого этикета. Он был силен и вынослив. Этикет был нужен ему, чтобы подчеркнуть величие короля, и чтобы все деятельные, а потому опасные для него представители аристократии были под рукой, на виду. Не без расчета осыпал Людовик придворных подачками. Если кто-то из аристократов проживал вдали от двора, король заявлял, «Я не знаю, я не вижу этого человека». Продолжение следует...